Мы уже рассказывали о банарке Нжибек-Кзы. Участница программы «Бизнес-Бастау» основала вязальный цех «Мамино тепло». Тогда казалось, что успешная бизнес-вумен счастлива, занимается любимым делом, воспитывает четверых детей. Однако за милой улыбкой скрывается боль. Некоторое время назад женщине был поставлен диагноз «Аутоиммунное заболевание». 14 декабря 2018 года я обратилась в скорую помощь. Они привезли меня в горбольницу, где поставили диагноз «Гранулематоз вегенераваскулит». Изначально я пролежала в этой больнице 25 дней. Улучшения никакого не было, пока я не попала в реанимацию. За этот период я ездила в Павлодар на обследование к ревматологу, так как не было у нас в городе ревматолога. Это оказалась болезнь аутоиммунная. Врачи мне предупреждали, что у меня будет инвалидность. Для меня это был шок, для меня было это страшно, потому что нужно было воспитывать четверых детей. Так как я работала в медицинской сфере, я это себе никак не могла представить. 38-летняя Анар устала от постоянных осмотров, капельниц и длительных пребываний в больнице. Кроме этого, для людей с таким синдромом бесплатные лекарства не предусмотрены. Я прошу Минздрав пересмотреть протокол о лечении и предоставлении медицинских препаратов. Так как медипред и другие препараты, в связи с тем, что моя болезнь находится в категории орфанных заболеваний, не считается, не является бесплатным лечением. Хотя аутоиммунные, как красная волчанка, они все получают медипред бесплатно. Но в связи с тем, что нет в списках моего диагноза, больницы не могут предоставить мне такие препараты. К слову, семья проживает в однокомнатной квартире, предоставленной на время акиматом города. Условия не подходят для четверых детей. Мы около более 10 лет стоим в очереди. Стоим в очереди мы на расширение квартиры. Старшие дети у меня до сих пор не могут приглашать своих сокласников или друзей, так как квартира очень маленькая. К нам родные не приезжают в гости, потому что знают, что нам самим здесь тесно. Маленькая комната разделена на несколько зон – спальную, столовую и рабочую. Многодетная мать никогда не обращалась за помощью. Однако сейчас считает ситуацию безвыходной. Мы не знаем, когда нам делать уроки. Когда вовремя кто успел, утром умылся, кто опоздал. Вот это все нюансы. Благо, у меня дети помогают. У каждого есть свои обязанности, у каждого выполняет свои требования. Все как положено. Старшая дочь Анар заботится о младших, пока мама находится на лечении. Несмотря на возраст, каждый из детей понимает, как тяжело приходится маме. Поэтому ведут себя уже совсем не как дети. Желающие протянуть руку помощи семье Анар могут позвонить по номеру 8705-442-5676.